Всем здарова, с вами Макс Пауэр. Сегодня у нас посылочка от Сергея Зиновьева из Москвы с компьютерными железками. Посмотрим, что там внутри. Сколько бумажек. Это хорошо. Если будете отправить посылки кому-нибудь, всегда ложьте бумажки. Чем больше, тем лучше. Ещё какая-то вещь. Всё, давайте всё вытащим. Жёсткие диски. Два огромных. Видюшка. Ещё одна видюшка. Процессоры. Итак, две видюшки. Первая. Привет из 2002 или 2004 годов. Да, это известные видюшки в то время. А это Тиродион, когда ещё Родион существовало. Так, это у нас, судя по значению, ничего не понятно. R96 код стоит. Ну, я думаю, Doom 3. Это максимум для этой такой видюшки. Что ж, прикольный. Прикольный конденсатор. Стоят огромные диоды. Большой ещё один конденсатор основной. Раз, два, три, четыре. Модуля памяти. Есть даже выход DVI. Уже появился плюс. Выход на телек есть круглый. Можно на телевизоре играть. В принципе, на основе такой видеокартной, да, вот 128 МБ даже, таким маркером наставлено. Маленький пропеллер, маленький радиатор. Всё компактно. То есть, такая видюха, она подойдёт для старой комп. Да, ГП-слот на старой комп. Пень 4. Идеально для него будет какой-нибудь разогнанный. Можно пень поставить хороший. И будет вам какой-нибудь симулятор старых игрушек на XP. Отлично будет всё работать. Для рабочего-микроигрового компа, для пасхианца. Да нет, что там даже гуташки пойдут. И всякие Max Payne интересные серии. Это А76GT. 256 МБ. Нвидевская. Вот такие пропеллеры раньше стояли. Тут радиатор. Довольно тяжёлый, кстати. Прям чувствуется алюминий. Немножко побалтывается. Термопаста высохла. Надо поменять. В целом, состояние отличное у железяк. Что ж, если качественно сделано, она через 10-20 лет будет одинаково хорошо выглядеть. Здесь, в принципе, я стопудово уверен о ней. Рабочие. Тут уже PSI-Slot идёт. И можно её приколбасить к современной материнке. Даже есть слай какое-то. Подобие слай режима. И также выход на телек. Вот я как раз задумываюсь сделать такой игровой кабинет, как мне сказали, что ли. Это такая квадратная установка, похожая на игровой автомат, только с эмуляторами всех приставок. Вот, я думаю, в один из них можно, в принципе, запихать вот такую видеокарту. И она более чем достаточна для эмуляции всех приставок. Путь до PSI пойдёт, мне кажется. Главное, чтобы процессор был мощным. Хороший видюх. Для своего времени, конечно же, всё. Так, следующее. Мне заинтересовалась эта штука. Что это такое? Это что-то тяжёлое. Она реально тяжёлое. О, смартфон. ТВ-фон. Хи-хи. ТВ-фон. Привет, Китаю. С антенкой. Слушайте, вот это хорошая, прикольная вещь. Я хотел давно замутить, как он будет работать с моей беспроводной дэнди лифой. Ну-ка, а если его сейчас запустить, он будет вообще что-нибудь ловить? Как зарядка-то? О, какой-то своеобразный разъём длинный, как у Самсунга раньше были. Включение здесь. Ну, сразу видно, Китай. У них почему-то они, я не знаю, товарищ китайцы, вдруг кто-нибудь смотрит меня. Если хотите сделать подделку хорошую, поработайте о лицевой части корпуса, ну, сразу же видно. Видите, это всё вот это вот облезет. Это всё, это не настоящий пластик. Настоящий пластик дешёвый только очень. На айфоне тоже пластик используется. Но, извините меня, какой он качественный на айфоне. Это совсем другое. Антенка такая мили-мили-мили-мили маленькая, зато даже гнётся. Вот, смотрите, специально есть колено у неё своё. Так, собирается. Симка есть. Надо его зарядить, и мы потестируем его на дэнди лифы беспроводной, который, помните, мы делали? Прикольный аппарат. Ну, качество, сами знаете, даже камера какая-то есть, он, видите, 0,3 в периоде, в мегапиксели, скорее всего. Ладненько, смартфон прикольный, особенно с ТВ-приёмом, значит, можно будет подключать точно дэнди. Да и вообще любую приставку можно подключить через конвертер РФ. Про ЦИИ, про ЦИИ, вот эта вот вещь всегда ценная. Даже если... Представьте в один миг, что наша цивилизация разрушилась. И вот эти процессоры, которые сейчас стоят ничего, типа вот таких вот процессоров старых, они сейчас чуть ли не как семечки продаются, а когда-нибудь они станут очень дорогими. Максим, ты надеешься, что тоже цивилизация наша рухнет? Нет, конечно, но всё равно. В них вложено много труда, много технологий, и просто так их выкидывают, как многие делают. Это тоже, я считаю, нерациональным. Хотя бы что-нибудь на них собрать можно. Как вариант, собрать много дешёвых компов и продать их, а купить на них хороший один большой. Так, первый Intel 0400, Целерон. Целерон Д, 256, 3,60 ГГц. Довольно быстрый камешек был в то время. Несмотря на то, что Целероны, в принципе... Я так и не понял, чем они особо отразличаются от Пентиума. Сколько у меня были Целероны, сколько Пентиума вообще работает одинаково. То, что Целерон, здесь уже 2,8. Да, 256. Так. Пеньки. Я их всех называю. Пеньки. Опять Целерон, ещё 2,66. То есть у них у всех разная частота. Это 2,66, 2,8. А там самый крутой 3 ГГц. Кстати, вот материнку я же говорил, как раз там 3 ГГц можно поставить. Вот это будет для той видюхи. И в принципе, его вам бюджетный игровой ПК на даче вполне... Почему не от Пентиума, Dual Core. А вот это вот посерьёзнее модель. Е5300. Да-да-да, Коста-Рика. Уже знакомый почерк. 6-го года. Это у нас как раз что-то наподобие Е6500, который мы, помните, тестировали в батлее на компьютере на Ксионе. Вот это вот очень близкий его собрат, и он будет очень неплохо работать. Даже с современными играми можно его запустить. Ну, не всеми, конечно, но на 30 FPS у некоторых выдаст. Это хороший камешек. Вот я его отдельно вместе с ним положил. Вот видите, он двухъядерный и Intel Core 2 Duo. Хороший процесс. Intel Core у Quad тоже очень классный процесс был, я помню, в своё время. Но их тяжело было найти. И на замену им пришли Ксионы. Кстати, кого интересует Ксион, по идее, это есть аналог Intel Core Quad Extreme. Короче, четырёхъядерного экстрима. Вот это и есть Ксион, по идее. Оперативка. Одна 256, другая 256. Вот уже, в принципе, те процессы. Отлично, уже компьютер вырисовывается у нас потихонечку. Ещё 256. А вот это вот маленький модуль. Такие я редко видел, но когда мы разбирали ноутбуки, они там были. Один гигабайт QNIX. Вот он мой нетбук, который будет полностью ремонтироваться попозже. Я из него хочу сделать персональный ПК. Ну, такой, знаете, чтобы с собой таскать. В общем, там всякие радиопрограммные, ну, радиотехнические программки запускать. Кром, в оперу, в интернете. Ну, это нетбук, он, собственно, для интернета создан. Он хороший, рабочий. Ну, как хороший, его надо полностью реставрировать. Он весь запыленный, разболтанный. Разъём здесь заряжается, шатается. Вот здесь вот у него дисплей. Самое главное, у него дисплей сломан. Мне его дали за ремонт. Я делал комп, поменял материнку там. И вот за цену материнку мне дали вот эту. Вот это вот. Это вот нетбук вот этот. Со сломанным экраном, но вполне себе рабочий. Здесь также нужно поднять батарею. И вот в этом модуле, вот в этом модуле, сами знаете, чем больше оперативки, тем круче. В современных приложениях она естся, как, не знаю, как вода. Да, 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 вот он модуль. Kingston. Точно такой же, да, да, точно такой же. Ну, блин, он почему тут только один? Тут только один вставляется, ё-моё. Печалька. Но, зато можно сделать так. Можно вот эти два модуля поменять на один 2-гиговый. Вполне себе. Я же говорю, железки всегда нужны. То есть я сейчас на Авито выставлю и сделаю 2-гиговый. И спасибо Сергею Зиновьеву. Теперь этот ПК уже будет на Windows 10 работать даже. Не надо просто 10-ка 2 гига требует. А гиг только для 7-ки пойдёт. Да, спасибо. Даже, видите, всегда железки найдут своё место. Та самая прибудет. В системе ставится. Прикольная штука. Мне всё время нравится то, что SD-карту ставится можно. Потому что очень удобно. С камеры вытащил, заткнул. На природу едешь что-нибудь снимать? Одной флешки недостаточно. У меня там всего 2-гиговая одна, а другая 4-гиговая запасная. Вот 8-гиговая кончается. 4-гиговая выставляешь. А пока 8-гиговая тут перекачиваешь. Удобно. Что за инструкция? Installation Instructions. 3-yard limited гарантия в Intel Insight Logo Label. Инструкция по установке. Причём даже не распакованная ни разу. Таких я не видел. Инструкция к процессору. Обалдеть. Чё, как вот ножками верхний поставить? Наверное. Да, смотрите, как в картинках. Версия А, версия Б, чипсеты показаны. Какие существуют, наверное, 3А, 3А, 4А. Что-то такое. Как вытаскивать, как ставить. Риски. Вот по рискам всё показано. Ну, в общем, это такая для самых-самых маленьких инструкция. Только начинающих компьютерщиков. Всё это давно есть в интернете. Но если у вас где-нибудь вы на невитаемом острове, и попалась эта инструкция, вы уже начинающий хакер. Жёсткий диск. Вот жёсткий диск мне нужен был. IDE старого формата. Когда-то мы с ними бегали и подключали даже IDE шлейфы к другу и перекачивали все файлы. Когда ещё интернет был на модеме. Вот та самая PlayStation 2. Помните, сколько я их распаковал уже? У меня лежит как минимум 3 версии, которые нужно полностью сделать офигенными. И для себя, и для людей. И потом отправить вот этот отсек открываем. Что-то мне кажется, что он не влезет. Ну, какой-то большего. Нет, всё нормально. Идеально влезает. Осталось только маленькую штучку вот сюда поставить, которая переносит вот эти контакты вот сюда. Да, с Алиэкспресс. Там ещё чип стоит, и питание вот сюда подходит. Но всё, основа уже есть. Тренинг закрывается. Да, надо адаптер. Что-то под адаптером могу сделать под видео. Посмотрите, если у вас PlayStation 2 с вкладкой. Бежит без дела. Если сделали уже загрузочную MC-буд-карту, которая у нас была, помните, на основном канале видео. Как играть без чипа и без всего на PlayStation 2. И вы поставите вот этот жесткий с адаптером. Всё, у вас уже готова игровая станция. Можете закачать сюда на 40 гигабайт. Ну, не так уж и много, конечно, влезет. Но это где-то примерно 10 DVD-дисков. Если смотреть, то, что каждая игра PlayStation весит по 3,5. Это 4 гигабайта. Самые крутые проекты. А в основном у меня там игры даже меньше. Есть 2 гигабайта я качал. Так что тут игр как минимум 15-20 в него влезет. А уж эмуляторы старых приставок, Sega Denzi. Тут всю библиотеку можете скачать. Короче, знатная получится штучка. Два жестких. Это клево. Спасибо. Вот ещё модули. Даже не модули, а... Они пока отдельные элементы. 18650 ASOGL3L052EC. Что это, не знаю. Надо смотреть в интернете. Код. Нетбук. Вот здесь вот они стоят. Вот они. 18650 это стандарт. Сейчас, если вы будете брать какие-то хорошие коммуникации, Аккумуляторы, посмотрите, всегда на сегодня шутят. Сейчас есть и схемы к ним, и зарядные блоки, и модули. На 4, на 2, на хоть сколько элементов. В Алиэкспресс я, сука, вон скину, посмотрите. На любую сборку можете собрать свой аккумулятор. Для любых задач. Кстати, ё-моё. У меня же как раз... Вот что у меня есть. Вот. Это мне мой классный подписчик подогнал. Шуруповёрт. Прямо 1 в 1, как мой. Помните вы, который... У меня сейчас мой просто на ремонте там лежит. Что я ему квартиру... В общем, я делал. Там она-то осталась пока что. А вот для дома сейчас как раз нету. Нужно было, например, вчера мне дырку сделать. В итоге пришлось это ковырять отверткой. А почему вот это я не использую? Здесь сломан аккумулятор. Вот 12-вольтовый аккумулятор у него стоит. Тут никель-кадмиевый, насколько я помню. Ну, такой, знаете, плюшевый. Который ставит дешёвый. Никель-кадмиевый, да. Который ни о чём быстро не выходит из строя. Потому что у них срок службы маленький. Вот этот он мне подогнал. Сергей Пантелеев, спасибо тебе за него. И вот сюда как раз вот эти вот штучки. Раз. Ну, там даже ещё места дофига останется. Их можно много-много поставить. Смотрите, 12 вольт. Каждый из них максимально даёт 4,2 в зарядке. Ну, если возьмём 4 вольта. Это надо 3 штуки, чтобы получилось 12. Вот так вот, вот так вот, 3 штуки. Да, это вот минимум, чтобы вот этот шуруповёрт запустить. Если у вас шуруповёрт на 18 вольт, берите 4 штуки, соответственно. Да, и контроллер какой-нибудь придумывать надо. Потому что на 12-вольтовый заряжать надо минимум 12-вольтовым блоком питания. Отлично. Всё в тему, я говорю. Как раз шуруповёрт теперь восстановим. Это будет отдельное видео. Посмотрите. Вот, в вашей канале. Ещё, когда вы их... Кстати, да, радуюсь я. Иногда вся радость небольшим горем обращается. Если они долго лежали, и их никто не использовал, то они могут просто сесть. Нет, 2,3. 2,3. Они уже на пределе. Нужно их срочно заряжать. Но они целые. Целые, самое главное. Или не целые. А, вот это не целые. Всё. Вот этот уже всё почти. Да, можно раскачать его, но он только в фонарике теперь пойдёт. Вот этот целый, а вот этот не целый. Блин, печалька. Только два получилось. Ну что ж, эти два раскачаем отдельно. Можно их вот так сделать теперь. Вот эти два подключить вместе. Вот так, параллельно. И как один использовать. А эти можно вот так поставить. То есть всё равно выкрутиться можно будет. 12 вольт наберём уж с них. В любом случае. Главное, два рабочих, и уже хорошо. Теперь самое главное. У нас есть оперативка, есть процессор, есть жёсткие диски. Что нам не хватает? И видеокарта даже есть. Нам не хватает материнки. Крутой. Или обычной, хоть какой. Но главное, чтобы материнки. Да. Это весьма крутая материнская оплата. Республик оф геймерс. Да. Это начало, скорее всего, той самой серии Республик оф геймерс. Известной, которая на Асусе. Они и сейчас их выпускают, но у них там такие уже современные платы. Крутые. Но это, по-моему, одна из первых была. И, соответственно, ну, сами понимаете, игровая плата. Что это значит? Это значит, что даже сзади есть какой-то дисплей. Я, честно, ни разу не не было игровых плат таких крутых. Я 100% уверен, на ней можно собрать просто офигенно. Это знатный комп. Даже сейчас. Во-первых, посмотрите. Вверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дросселей вот этих. Это означает семь фаз питания. Плюс радиаторы охлаждения на мосфетах стоят сбоку. Уже хорошо. Только странно, почему-то они здесь стоят, а тут не стоят. Скорее всего, здесь больше нагрузка, тут меньше. Как-то так сделали. Но неважно. А, подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук. Обалдеть. Я в шоке. Круто, круто. Слов нету. Даже, смотрите, PSI слоты. А, Asus Commando. Вот называется серия Asus Commando. Одна из, наверное, первых серий игровых материнских плат. Два слота PSI. То есть, можно две видюхи в SWI режиме зафигачить. Ну, вот помните, вот эту вот простую видюшку? Даже две штуки засунуть уже будет в два раза мощнее. В современных игр SWI очень даже неплохо поддерживается. Выключение, Reset, SMS, Clear SMS. То есть, очистить память биоса. Даже сразу есть кнопочка. Вот это, да. То есть, она на разгон полностью заточена. Если что-то не так, все стер нафиг. Всю память биоса. Ну, правда, я не знаю, если память биоса стерешь, она вообще потом работать будет. Скорее всего, там есть какой-то резервный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук SATA. Есть с IDE. Даже можно на IDE зафигачить. Есть даже флоппи поставили. Ну, полный фарш. Флоппи-то. Ну, почему нет? Можно Doom с дискета загрузить, да? Вполне. Почему нет? Все. Прекрасно. Четыре планки. Каждую планку можно по гигу и будет 4 гига. Можно, конечно, поднапречься, где-то 2 гиговы достать. Тогда будет 8. 8 уже что-то с чем-то. Уже серьезно будет. Потому что, ну, такую карточку, ну, такую материнскую плату, ну, жалко использовать 4 гигабайта. Ее надо по полной раскрутить. Да, с ней есть большая проблема. Как мне сказал Сергей, она не загружается. То есть, она не хочет устанавливать Windows вообще никак. Мы с этим разберемся попозже. Главное, что она стартует и работает. Мне кажется, запас прочности у игровых материнских плат, он довольно серьезный. Не может она просто так отказать. Тем более, смотрите, даже питание у нее 8-пиновое. На процессоре радиаторы серьезные. Тут 2 теплотрубки, которые идут с MOSFET-ов. Идет на северный мост. Также с южного моста тепло переносится опять к северному. И, походу, они друг по другу вот так переносят тепло в разные места. И в итоге все 3 элемента примерно одинаковой температуры. Достаточно просто хорошего вот сюда охлаждения. Можно башенку зафигачить. Можно еще какую-нибудь побольше вентилятор поставить. И гнать процессор пока до покраснения, что называется. Мне интересно, что вот этот дисплейчик делает. Для чего-то же он нужен. И он как-то хитро здесь припаян, что ли, на каких-то ножках. Разъем даже вот этот фаервер старый. Две сетевых, смотрите, раз-два. Две сетевых стоит, обалдеть. И все кондеры, посмотрите, какие конденсаторы полимерные. Которые крутые, которые не дуются просто так. И не ломаются. Шикарно. Шикарно, что я могу сказать. Спасибо, Серега. Вот это вот очень интересная модель. В принципе, есть даже смысл на ней ксиончик поставить. И погонять, попробовать. Очень даже будет неплохо. Все контактики целые. Это очень здорово. Вот единственное, Intel у меня всегда напрягает у них то, что вот эти контакты могут загнуться. С одной стороны. С другой стороны, у AMD процессора может контакты загнуться. Так что, у каждой свои плюсы, у каждой свои минусы. Из производителей. Все. С вами был Max Power. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на распаковки. На лайф-канале еще будут они. Ну, а ремонт и основное видео выйдет на основном канале. Когда это будет, точно не скажу. Сейчас я буду заниматься консолями. Попозже опять займемся компьютерами. Уже ближе к маю. Может быть, даже к апрелю. Если получится. Мне очень интересно ее затестить. Красавица. Просто красивый, конечно. Вот это. Сто процентов. На ней будет знатный комп. Очень знатный комп. Собрать можно. Ладно. Всем чао. Кот. 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 Продолжение следует...